друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж на финансовых рынках сейчас все продолжают гадать выполнит ли свое обещание новоиспеченный президент сша джо байден в этот четверг когда состоится его пресс-конференция его выступление анонсирует ли он новые меры экономического стимулирования я считаю друзья то что начинаете свою политическую карьеру с обмана опять же и с комментариев о том что его не так поняли это не самое лучшее что может произойти поэтому по моему субъективному мнению в этот четверг мы реально можем услышать конкретику по новым мерам фискальной помощи американской экономики что это могут быть за меры прежде всего это увеличение единоразовых выплат для американских домохозяйства с тех 600 долларов до 2000 и прирост в 1400 долларов на каждого американца это фактически будет запаковано в пакет финансовой помощи больше чем в два триллиона долларов стимулы конечно же крутые очень значительные масштабные я признаться рассчитывал на то что нечто подобное будет анонсировано еще в конце прошлого года но наверное лучше поздно чем никогда как это повлияет на доллар друзья если руководствоваться практикой если делать акцент на такую теоретическую базу которую мы знаем можно рассуждать следующим образом что приток в экономику большой порции денежной ликвидности это риск инфляции который будет снижать доходность американских облигаций и вслед за американским рынком долга вниз пойдет и американская валюта на протяжении всего двадцатого года мы действительно работали с тем что такой сценарий работал каждый раз когда речь заходила о новых мерах стимулирования доллару становилось не слабко и в целом двадцатом году американская валюта продолжила снижаться если бы не рос последних дней то мы по-прежнему мы бы говорили о том что индекс остается фактически на трехлетних минимумах я считаю что в двадцать первом году слабость доллара будет продолжена вчера я деталь не остановился на перспективах доллара прокомментировал общий фон и отметил друзья то что нужно ставить на то что снижение американской валюты возобновится морган стэнли давно мы не смотрели на прогноз этого инвестбанка отмечают что снижение только в первом полугодии двадцать первого года индекса доллара может превысить а 5 процентов вам что касается более актуального новостного фона то есть смотрите мы ждем новый мир экономического стимулирования и соответственно ждем прессинг для доллара но только в этот четверг до четверга еще две полноценные торговые сессии и сейчас все сознание трейдеров занято другим новостным фоном будет ли все-таки объявлен импичмент американскому президенту нэнси пелоси которая всем вам известно лидер палаты представителей хим в понедельник собственно сообщила о том что представит в конгресс резолюцию которая призывает там вице-президента майкла пенса задействовать 25 поправку конституции сша и отстранить от должности американского президента я думаю то что с определенными конечно же препятствиями и трудностями но эта резолюция пройдет и все будет зависеть от того как поступит а пенс если в течение 24 часов он не отстранит от должности на трампа то ему будет от там был объявлен импичмент друзья прямо сейчас на наших глазах вершится история мы свидетели таких политических и экономических событий о которых будут писать в книгах и конечно же нужно держать руку на пульсе нужно быть бдительными стараться использовать этот новостной фонд чтобы на этом заработать возвращаемся к тому чего и начал если мы ждем новые меры экономического стимулирования в четверг то идею вот принять решение наверное с распродажами доллара лучше отложить до конца этой недели сейчас локально из-за того что потенциальный импичмент трампа грядущая крайне непредсказуемая инаугурация на байдена и риск того что если импичмент будет объявлен это спровоцирует еще одну волну протестов и волнений я вашингтоне и может быть не только вашингтоне соответственно это поддерживают идею работаете в плане спроса с защитными инструментами вот тут все вспоминают про доллар то что именно этот инструмент обладает защитными свойствами то есть локально я допускаю друзья то что до четверга могут быть отработаны идеи укрепления курса доллара но это только лишь катка срочная тенденция которую в конце концов затмит новый фонд новый пакет фискальных стимулов поэтому я держу короткие позиции шарты вы это знаете и вас также призываю к тому чтобы ставить на снижение индекса доллара ниже 90 пунктов золото 1853 здесь принципе тоже самое поскольку риски инфляции которых я только что сказал из-за нового пакета фискальных стимулов это то что вновь станет крайне актуальным самые ближайшие дни не нужно расстраиваться из-за последнего снижения курса зол рынок драгоценных металлов перейдет к росту я думаю что произойдет это сразу же после того как мы получим новостью видим новости более масштабных мерах экономического стимулирования поэтому мои целевые ориентиры выше 1900 долларов за тройскую унцию остаются актуальными евро возобновить свой рост 1.2146 настроение инвесторов centix который мы разбирали как отчет накануне показал то что экономика еврозона будет восстанавливаться динамичнее прочих развитых рынков это еще один фактор потенциального роста евро но самое главное евро мы покупаем потому что ждем еще больше ослабления индекса американской валюты фунт против доллара 1.3535 друзья я здесь держу короткую позицию потому что ну наверное вы знаете именно на мой подход не могу я купить фунт из-за ситуации с к видом из-за общенациональным карантином из-за очень сильно ухудшающимся экономическими перспективами из-за вероятности введения отрицательных процентных ставок но не могу я друзья если вы считаете что по фунту весь этот фон национальный не имеет никакого значения и с британцем нужно работать как и с прочим риском с прочими рисковыми инструментами из-за слабости доллара тогда покупайте фунт но у меня вот будет своя особняковая идея я буду придерживаться шарта доллар канадец вот пожалуй тот тандем инструментов по которому мы еще не добили до нашей цели как это было по австралийцу по новозеланд сейчас котировки 1 27 71 друзья я все-таки жду 1 30 и настраиваюсь на то что нефть которая сейчас очень высоко забралась но должна дать коррекцию по нефти у меня сделок нету пятый раз подряд я по нефти закрыл ордер был он закрыт по стоп-лоссу друзья ну вот рынок настойчиво упрет вверх игнорируя все риски связанные с экономической неопределенностью и последний драйвер роста это решение саудовской аравии сократите производство нефти начиная с января в январе феврале и марте в общей совокупности на 1 миллион бар лет конечно же постигнул интерес к этому рынку поскольку трейдеры считают что на страны опек и лидер хам этой организации саудовская аравия будут делать все чтобы сохранить баланса спроса и предложения но есть один еще негативный момент довольно серьезный китай который долгое время был примером борьбы с последствиями к вида именно в китае не фиксировался на рост количества заболевших к сожалению выбился из вот этой позитивной статистики и в китае буквально на прошлой неделе был зафиксирован самый большой прирост на заболевших а за сутки начиная с мая друзья это также свидетельствует о том что китай тоже пал и пандемия вторая волна как как угодно ее можно называть охватила основа весь мир со всеми вытекающими отсюда последствиями я думаю что проблема спроса станет вновь актуальной и это неизбежно должно спровоцировать распродажи в том числе и на рынке углеводородов но о новых позициях я пока их не анонсирую думаю что нужно посмотреть за развитием событий будут сделки друзья bitcoin 35 тысяч коррекция я думаю что коррекционная динамика может продолжиться и дальше смотрим на индекса настроений это индекс крипто фиры ингрид который указывает на то что на рынке доминирует жадность трейдеров которые хотят заработать x2 x3 но наверное на таких уровнях это будет крайне проблематично коррекция которая мы который мы наблюдали в последние дни явно доказывает то что распродажи на рынке крипто активов могут быть существенными и американский фондовый рынок 3795 пунктов как раз до четверга до тех пор пока байден не анонсирует новые меры экономического стимулирования фондовый рынок может корректироваться моя цель по снб как к срочной 3650 пунктов друзья на этом собственно все хорошего торговой сессии всем пока